И снова здравствуйте, всем привет! Итак, этот ролик будет по вопросу анимации, как наладить тут, сделать сцены. Точнее, как я это все дело делаю. Я хочу вам этот вариант показать. Как правильно, ну как делают на студиях, я в принципе не знаю. Роликов таких я не видел. И по анимациям это очень мало информации. В основном как-то кто-то подсказал, кто-то объяснил, кто-то еще какую-то информацию докинул. И вот то, что у меня получилось, ну как я делаю, да, давайте рассматривать. Так, первый вопрос, который сам сразу отпадает, это вопрос, когда у нас получается общая сцена. Выглядит она вот таким вот образом. И потом еще сюда докидывается, значит, окружение. Да, все очень хорошо, что это все вместе, и получается, вы видите одного персонажа, второго, и анимация происходит, ну, так сказать, труднее, я думаю. Почему? Потому что вам нужно руководить двумя персонажами. Конечно, к середине, значит, к середине анимации у вас будет это все более лучше, красочнее, но я не знаю, насколько у вас мощное, значит, железо, насколько все это дело у вас будет хорошо, адекватно работать. Потому что, вот, смотрите, у меня один персонаж и второй персонаж с костями, все с ригом, у меня 58 тысяч фейсов. Я могу эту сетку еще, значит, обыграть, использовать, значит, модификатор Decimate и уменьшить его еще где-то, ну, пускай, ну, до 25 тысяч. Качество, конечно, персонажей, возможно, станет где-то хуже, да, если глазам, зубам, где-то волосу можно прям хорошо понизить полигонаж, и при рендере как-то это все дело потом, опять же, используем модификатор, значит, модификатор это Subdivision, по-моему, потом можно как-то это все дело подбавить, да, или настройка уже в рендере. Есть настройка в рендере, так, это, по-моему, так, не тут, сейчас частично, ну, как, то, что я объясняю, многим я не пользуюсь, получается, так, где-то настройка, сейчас вспомню, уже в процессе, тогда попробую вернуться к этому делу, где-то есть настройка именно рендера, и там выставляется, насколько качественно, по-моему, Subdivision или модификатор, или вот здесь где-то. Так, проехали этот вопрос, потому что я этим делом, повторюсь, не пользуюсь, поэтому если что-то, как, не смогу объяснить, ну, дюжит не серчайте, да, потому что, еще раз скажу, что я чем не пользуюсь, то, в принципе, как, я знаю, где она находится, если самому сидеть, искать, потом еще зайти в какую-то информацию, вспомнить, я уже это делаю, значит, быстро, как, постараюсь найти, да, а если из головы брать, ну, это уже сложновато. Итак, вот, к чему вернемся, что эта сцена, даже если все поотключим, там, возможно, какие-то настройки, вот здесь не стоят, значит, настройки Ambient Occlusion, Bloom, вот эти все я не выставляю, и у меня все равно, допустим, 35 тысяч полигонов. С одной стороны, это немного, но по другому вопросу, как делать анимацию, если нет окружения. Если я докину сюда еще окружение, даже если окружение у меня будет, там, ну, я не знаю, какой-нибудь участок на какой-то короткий, значит, ролик, да, так, под один план или, там, под переход еще какой-то, то у меня выйдет, ну, пускай где-то, ну, 60, допустим, тысяч полигонов, да, чтобы потом все это отрендерить, чтобы от окружения все смотрелось, настройка света, ну, короче, тут может такая катавасия получиться, что просто отрендерить, ну, сделать-то может и получится, да, насколько будет подвисать, это опять же вопрос, и насколько долго будет рендериться, это тоже следующий вопрос. Ну, конечно, вот таким вот образом, вот таким образом, когда два персонажа в одной сцене, это хорошо. Давайте еще рассмотрим, каким вариантом можно, значит, все это дело анимировать. Открываем, значит, создаем новую сцену, и первым делом, что создаем файл с этим, с окружением. В окружении будет присутствовать настройка света, будет присутствовать, значит, дальние ракурсы, потом какие-то ветки, какие-то, ну, уже все, что положено, да, там, если это джунгли, там, какие-то лианы, какие-то дополнительные, может быть, эти, камни, там, еще что-то, ну, словом, весь набор вот этих всех впечатлений, да. Вот давайте его попробуем создать. Я не буду сейчас делать, чтобы время не тратить, просто попробуем закинуть какую-то модель, просто скачанную. Так, импортируем сюда формат FBX, и я тут скачал кое-что. Так, окружение. Ну, вот давайте закинем дерево, ствол дерева на дальний план. И вы видите, что, значит, чем качественнее будет модель, чем вы там все будете делать, текстуру навороченней, то все равно это будет весить. И вот мы ждем. Сейчас все это дело закинется. И вот вы представляете, 431 тысяча полигонов. Это вот, значит, у меня скачано вот это дерево. Так, текстуры я не буду, как подключать, показывать, потому что дерево, все-таки ствол дерева скачаный, и чтобы не прилетело мне там что-нибудь, да. Просто рассмотрим вот в таком виде. Значит, включаем сетку. Вы видите, насколько сетка плотная. И здесь вот на окружении можно, значит, добавлять уже, так, децимейт модификатор. Сейчас мы этот ползунок перетаскиваем и ждем опять же. Все это дело у меня, ноутбук, значит, слабовастенький для таких делов. И поэтому я еще пишу ролик, и может подвисать. Это я многовато полигонов опустил. Сейчас вот еще он подумает немножко. Так, 107 тысяч полигонов я еще это дело, значит, уменьшаю, применяю, чтобы потом еще раз прогнать и уменьшить вот этот весь полигонаж. Децимейт опять же включаю. И вот сейчас посмотрим, насколько можно будет опустить. Вы видите, что 6 тысяч полигонов, с одной стороны, очень хорошо, но смотреться это будет, ну, не ахти, потому что нужно чуть-чуть добавить. Ну, вот 30 тысяч уже видно, что, значит, какие-то вот тут деревья там, вот тут почва уже прорисовывается, уже более-менее. Ну, пусть будет, допустим, если нас устраивает, пускай будет где-то 20 тысяч полигонов. Давайте это все дело подгадаем. Так, это 8. Ну, вот пусть будет 16, не, все равно вот скачет до 30 тысяч полигонов, вы видите, что сколько времени уходит, значит. И вот вы представьте, что здесь, в этой сцене, еще коллекция, значит, создаем еще одну новую коллекцию, допустим. В эту коллекцию у нас входит тарзан, в следующую коллекцию у нас входит, значит, гепард, и потом еще пару коллекций, в которые что-то входит. И это уже прям нехилая такая штука. Ну, словом, все, мы подготавливаем вот эту сцену. Так, я уже тут немножко набросал, давайте сейчас мы ее просто найдем. Так, вот, уже поставил камеру. И это у нас сцена, ну, как окружение, в которой будет происходить, значит, съемка, драки или каких-то событий трагичных, коротких, больших, длинных. Ну, в принципе, здесь все и будет происходить. Здесь настраивается, значит, камера, настраивается свет полностью. Все, что вам нужно, в этой сцене вы потом настраиваете. Все, это дело сохранено. Следом, что нам понадобится? Нам понадобится, так, где у нас гепард, гепард тарзан. Вот, я хочу сейчас сделать с ним анимацию, вот с этим персонажем. Но, я не вижу окружения. Это отдельный файл тоже, в отдельной папке. И что мне нужно сделать? Мне нужно зайти в файл, найти линк, найти папку, где находится у меня, значит, окружение. Вот, нахожу окружение. Нахожу файл вот этого окружения. И линкую в эту сцену, нахожу коллекцию. Нахожу коллекцию. Все, я закинул, значит, сцену вот в эту папку. Так, отключу текстуры, чтобы не забанили, да? Надеюсь, претензий от авторов не будет. Это все-таки не для заработка и не для создания какого-то, не для выхода мультфильма, да? Так, есть у нас персонаж. Коллекция, вы видите, создалась коллекция, в которой находится у нас окружение. Вот, если я ее выключу, у меня окружения не будет. Она закидывается. И когда я сделаю анимацию, значит, с этим персонажем, с гепардом, то эту коллекцию я обязательно удалю. Почему? У меня должна остаться здесь только анимация гепарда. Без света, без камеры, без ничего. Потому что, повторюсь, что камера, свет, все настроено в сцене. И вот я выбираю, значит, нашего персонажа. Тройка на нампаде. Что еще? Так, чтобы не запутаться. Значит, перехожу в POS мод. Делаю английское A, G. Теперь могу вывести персонажа туда, куда мне надо. Кстати, окружение имеет свой размер. И гепард тоже должен иметь свой размер. Значит, я могу его что? Тройка на нампаде. Могу его уменьшить. Первые, допустим, сколько кадров, я могу оставить базовую позу. Вот я ее прописываю. А, И, Локрот. И увожу эту позу, G, допустим, на нулевой кадр, который не будет прописан. Ну, прописываться именно при рендере, при анимации. Но в тот же момент, когда мне понадобится этот базовый кадр, я смогу его скопировать и перенести на любой кадр, где нужна мне вот такая свободная поза. без сбрасывания или ошибку какую-то совершу. Так, теперь прописываю S. Я его могу уменьшить, поставить. Семерка на нампаде где-то, допустим, развернуть. И здесь я уже ориентируюсь вот в таком плане. Есть персонаж, есть окружение. Смотрю, чтобы лапы его соответствовали, допустим, тому ландшафту, где он будет. Это вот при анимации я уже все это дело подсажу и буду создавать бег или какие-то движения. Соответственно, если он ногу ставит на камень, то нога будет на этом камне. И когда будет линковаться сцена уже с анимацией в основную, да, в окружении, то нужно знать, где этот камень. Вот, допустим, вот смотрим. Вот здесь он должен стоять. Здесь я его и начинаю снимать. И вот именно вот это место, в это место я его потом и поставлю. Уже с готовой анимацией. Это тоже нужно как бы подлавливать. Потому что, если вы персонажа поставите потом в другое место, вы изменить его уже не сможете. Он именно прописывается под это место, под это положение и под этот размер, вот под это расстояние, на котором должна делаться анимация. Ну, надеюсь, понятно, да? Так, если я делаю анимацию из головы, то мне больше, в принципе, ничего не надо. За исключением мне понадобится... Так, вот это все дело я пока сохраню. Save As и сохраню уже другим файлом. Это будет у меня... Так. Depart Tarzan. И это все будет уже не в папках. А вот именно отдельно. Это гепард Tarzan, допустим, или гепард. Ну, допустим, бой, да? Называйте сразу, что это. Потому что вы, если будете называть гепард 1, гепард 2, вы потом запутаетесь. Допустим, гепард лежит. Гепард прыгнул. Гепард дерется. Гепард прыгает с дерева. Прямо так и пишите. Так. Я это все дело сохраняю. И теперь мне нужен, значит, болванка персонажа. Почему? Потому что, допустим, вот... Так, теперь заходим, открываем файл, допустим, где у меня вот Tarzan. Мне не нужны его глаза, не нужны зубы, не нужны кости. Мне просто нужен вот этот болванка персонажа. Делаю Ctrl и остальное Delete. Удаляю, значит, не нужное, чтобы не сохранилось у меня в файле, допустим, вот эти вот все настройки костей, они все вылезут потом. Все это дело удаляю. Удаляю камеру свет, потому что она мне не понравится. И все. Вот эту вот болванку персонажа я экспортирую в формате OPS куда-нибудь. И все. Остальное мне, в принципе, не понадобится. Файл Open. Опять я открываю Gepard Boy. Don't Save. И вот у нас получился такой вот казус. Почему? Потому что я не прописал Skyl. И вот здесь теперь будет уместно вот этот вот файл. Shift D. Заболтался. Так. Ладно. Английская. A. Alt G. Alt R. Alt S. Возвращаю я его на место и потом пропишу. Значит, тройка на нампаде. Вывожу его G. Тут у меня просто теперь глаза вылезли. Вот они. Так. Назад их подсобачить. Просто телу делайте изменения. И теперь, значит, А. Семерка на нампаде. Я забыл его прописать. Я его разворачиваю. Ставлю опять же G. Выбираю ему, допустим, побольше места для работы. И делаю и LockRoot Scale. Если я меняю размер, то я нажимаю Scale. Вот. И теперь все. Он не должен разлетаться. Все. Это его базовый первый кадр, с которого я начну работать. Я закидываю сюда Import File Object Tarzan. Так. Object Mod Выбираю Tarzan. И, значит, его подгоняю сюда. Ну, в принципе, размер надо тоже подогнать. Ну, пусть он будет вот таким, да? Вот. Теперь на этом болване я буду знать, что он делает и куда прыгает и где потом этот болван должен прописываться дальше. Возможно, кто-то сейчас скажет, заумная, значит, штукенция. Ну, в принципе, я вот сколько так делал, у меня получается. Так. Болван. Просто болван. Все. Мы ему можем сделать Decimate, прям, чтобы, если он что-то весит, чтобы он нифига не весил. Мне нужно просто его размер, его ориентир, а сетка его мне не нужна. Вот, уже 66 тысяч полигонов. Но, каким образом? Я могу из этой сцены удалить, допустим, дерево, удалить еще что-то, оставить только, если вот мне нужна зона, на которой будет драка, работать только с ней. Вот. Таким образом, я ее могу тоже залинковать, сделать отдельным файлом, чисто только вот землю вот эту. Все. А дерево удалить. С линкованным файлом такого не получится, потому что сюда линкуется полностью, значит, дерево. Видите, я с ним ничего не могу, изменений никаких делать. Единственное, что можно еще что сделать. Если вам досконально не надо, где он будет, там, в ветку убегать, там, где-то за ветку прыгать, и ветка вам не нужна, то какие-то детали можно удалить и сохранить другой линкованный файл, без камеры, без ничего, чисто вот земля. Но она должна исходить из того же базового файла, как вот там все установлено, и с базового файла удалить ветку, камеру, свет, все эти ненужности, сохранить только, значит, землю и другим файлом, чтобы не испортить файл основной именно окружения. Это шиздец, как трудно объяснять. Так, надеюсь, вам будет понятно, да? Если что, ссылка будет в группе, вы потом что-то, если не понятно, напишите, я вам там объясню еще, или можно по скайпу, потом, если у вас какая-то сцена, можно будет рассмотреть и посмотреть, что у вас там не так. Так, ну ладно, все, основной персонаж есть, можно делать анимации, но не хватает, допустим, информации у вас, вы с какой-то гифки или с какого-то фильма хотите сделать кусок какой-то анимации. Вы это все дело обрезаете, скачиваете тот фильм, который вам нужен, или записываете с экрана тот момент, и потом что делаете? Нажимаете Add, нажимаете Empty, Image, и тут у вас получается появляется Empty, Empty, ОК, потом находим значит файл, куда сохранено ваше вот это все значит действие, так, файл сохраняется к пивоту, так, теперь мы ему должны увеличить размер, так, единица на нампаде, делаем ему R, G, тройка на нампаде, переворачиваем так, как нам надо, вот, вы видите, что персонаж с этой стороны будет бежать, да, а нам нужно, чтобы анимацию делать с другой, мы просто давайте перекрутим это все дело, тройка на нампаде, и вот, вуаля, уже персонаж у нас будет бежать с этой стороны, делаем S, G, семерка на нампаде, и значит, где он должен стоять, опять же, подгоняем, так, можно его, допустим, перекрутить, или Ctrl Z выбрать, как сказать, выбрать то место, где вам будет удобно на него смотреть, вот, тройка на нампаде, все, вот у меня персонаж, я его могу еще боком больше поставить и передвинуть дальше на сцену, да, вот, и вот таким образом уже делать, выбираю персонажа, захожу в Post Mode, так, Post Mode, семерка на нампаде, и, значит, здесь уже поперла самая такая интересная штука, так, тут поперла уже такая самая интересная штука, G, R, перекручивается где-то, допустим, какая-то область тела, чуть-чуть прижимается поближе к земле, какая-то лапа, значит, G вытягивается вперед на вытяжку, перекручивается само собой, ну, вот, все, как вот, если вот по этому рефу смотреть, да, а эти лапы у нас, ну, что, они бегут, эти лапы у нас бегут, и бегут они, значит, каким образом, что они должны соответствовать, значит, вот этой штуке, так, это значит, лапа, G, чуть-чуть назад, одна какая-то лапа, ну, пусть будет чуть-чуть вперед, и хвост, вы видите, что он, допустим, пережатый, ну, где-то можно сделать еще перекрутки, перекрутки небольшие, и вот, хвост у нас, значит, перекручен, опять же, смотрим тазовую кость, упор на лапу, ну, чтоб оцентрован, значит, оцентрован был персонаж, так, это у нас только голова, ну, и прописываем А и LockRodScale, почему, я изменял, значит, размер костям, я теперь буду прописывать постоянно со скайлом, так, есть, первый кадр у нас есть, следом, пятый кадр, смотрим, так, здесь вот резкость, но, смотрите, по кадру, ну, рисованный мультфильм, вот, изменяется камера, да, изменяется положение, значит, окружение, так, давайте я вам поближе покажу, изменяется, нахождение, значит, окружение, изменяется камера, да, но, персонаж, в принципе, как бы рисуется на месте, здесь, здесь это дело, если будем делать объемно, оно, в принципе, надо, теперь, каким образом, так, G, двигаем персонаж, вперед, значит, R, еще больше его придавливаем, и здесь уже мы ставим, значит, лапу поближе, эти все еще находятся на весу, и уходят еще повыше, значит, ну, одна где-то, наверное, ага, одна еще ближе к телу, готовится к посадке, так, что с хвостом, хвост у нас, значит, подтягивается, и теперь, так, больше перекручивается, так, опускается G вниз, и больше перекручивается кверху, допустим, так, опять же, смотрите, ракурс, когда мы ловим, значит, какую штуку, да, как же это тяжело объяснять, я его мало, так, когда мы ловим, смотрим, где будет камера, да, вот, у нас должны быть видны полностью какие-то детали, допустим, если вот здесь он, R ставит G лапу, опять же, видите, где этот уровень пола, английская, значит, а, не прокатит, а прокатит полностью опуск персонажа еще ниже, так, и тогда, за счет этого, мы ищем уровень пола, вот так вот, так, эту лапу тоже, немножко, значит, подкручиваем, так, английская, и давайте, правда, попробуем его припустить до уровня пола, вот, начал с верхней точки, и теперь, как бы, так, голова, смотрите, теперь у нас перекручивается, R перекручивается шея, ориентир, ну, вес, так, вес персонажа у нас уходит на переднюю лапу, задние лапы, само собой, нужно подкорректировать, вот эта лапа, которая ушла вглубь, если под этот ракурс, будет прикольно смотреться, но, если будем списывать его, писать его спереди, то, желательно, все эти, вот эти все, лапы, переводить, значит, поближе, то же самое касается, значит, у нас, чего, касается у нас хвоста, хвост теперь должен быть в этой стороне, и подведен, значит к ракурсу, вот если ракурс будет, вот таким образом смотреться, то, значит, еще лапу мы, убираем, а эта лапа должна, присутствовать где-нибудь, вон там, виднеться, словом, каким штуком, ищем, короче, самый, красивый, такой, момент, вот, если под камеру, где эта камера будет, вот, допустим, вот так, в принципе, неплохо смоется, да, можно еще там голову развернуть, как-то, больше изгиб, как бы, телу придать, вот, для чего теперь тазовая кость относится дальше, что мы теперь можем, вот, задирать, заднюю, часть, допустим, там, лапы поднимать, еще что-то, пропишем, а, и, лок, локрот скейл, и вот у нас получается, так, вот он раз, ставит, лапу, в принципе, для камеры пойдет, вот, если раз там, но, у нас отсутствует движение, окружение, значит, на пятом кадре, вот это все дело, значит, так, A, G, можно его передвинуть, вперед, насколько он там прыгнул, допустим, A и, локрот скейл, так, смотрим теперь, здесь слишком быстро, нужно теперь промежуточный кадр, промежуточный кадр можно сделать с этого же кадра, вот, так, первое оттянем, и сделаем промежуточный кадр, так, лапа все еще, как бы, тянется, да, а это, как бы, еще впереди, A и, локрот скейл, вот, у нас уже создалось, значит, движение, уже прикольно будет, уже какое-то расстояние, уже что-то этакое происходит, так, следом, что у нас, значит, пятый кадр, на пятом кадре, на шестом, фиксация того же кадра, но только идет теперь, изгиб, так, изгиб у нас идет, откуда, значит, R, поднимается голова, и теперь, опускается у нас, вот этот, так, вот этот таз, если камера, вот будет настроена, да, то тогда получается, раз, прыжок, и вот этот будет прогиб, такой, как бы, раз, все, можно его даже уменьшить, чтобы не настолько, допустим, двигалась задняя лапа, вот, и эту лапу только, так, вот, вы видите, что персонаж нам пока еще не нужен, так, на десятом кадре, на десятом кадре, тут уже, какая штука, смотрите, для чего был сделан первый вот этот кадр, для того, чтобы мы могли, этот первый кадр, переместить на то место, где нам понадобится, свободная поза, да, английская, а выбираем все кости, и делаем в шиевде, перетаскиваем, где-то на десятый кадр, вы видите, здесь он должен встать на дыбки, на десятом кадре, семерком нам паде, делаем R, перекрутку, и теперь, когда у нас есть базовая, значит, модель, вот, базовая, мы его опускаем до момента, значит, пола, земли, вот, здесь он должен стоять, а если непонятно, где он должен стоять, пропишем вот это, A, E, LockRodScale, и вернемся на шестой кадр, вот он, и нарисуем, вот этой штукенцией, поставим, допустим, полосу, вот здесь у него, нога, потом это все сотрется, не проблема, так, значит, если у него тут нога, то персонаж, вот этот, должен стоять лапами, так, вот тут, так, кройка на нам паде, можно его передвинуть дальше, допустим, тогда будет с проскоком, и здесь уже тогда получается, перекручиваем нашего персонажа, вот чуть-чуть мне не нравится, значит, строение его тела, и, значит, задних лап, тут, значит, хвост, можно, тоже прогнуть, на, так, на какой лапе он стоит, G, еще пониже, чтобы вот эти передние, ну, не сильно, так, значит, натягивались, можно чуть-чуть, чуть-чуть уменьшить, и доиграть уже, допустим, костями тела, ну, головы, так, смотрим, G, перекручиваем в стопу, так, это уже, стоит, на этой штукенции, да, и большая, видите, у него, по рисунку, большая амплитуда, да, значит, что делаем, еще, значит, перекручиваем тазу, делаем натяжку, натяжку, потом делаем все это дело подъем, ну, и чтоб лапы у нас не были, значит, в земле, подгадываем, смотрит он, значит, из-под лобья, за счет этого можно будет и обыграть, значит, вот так, теперь, значит, выберем ориентир, на какую лапу, значит, опирается, и перекрутим, можно перекрутить немножко тело, а можно, просто за счет головы, наверное, вот это все дело, так, и еще больше, значит, прогибаем, так, и делаем ему угол, именно под камеру, ну, а там уже настройка глаз, настройка, допустим, чего-то не было, так, ну, и вот так это все дело, G, пусть будет, A, и, локрот, скейл, так, косяк будет, теперь в чем, что, нам понадобится, английская, А, вот этот кадр, так, вот этот кадр, на шестой, шифт, теперь перетягивать, потому, что тут все изменялось, и будет теперь ломка, так, вот видите, теперь, пока мы не пропишем все вот эти кадры, до конца, будет попадаться вот такой вот, гаврик перекрученный, так, теперь, значит, если он здесь, приземляется, то, значит, он ставит здесь лапы, тройка на нампаде, вот где-то будет мешать вам окружение, тоже, нехорошая стукенция, так, так, тут идет посадка, и, значит, хвост, ну, вот эти части, можно выбрать, альт, 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 прописать, и уже потом, или всему хвосту, альт, ж, альт, и уже хвост, тогда, изменить, по ходу, значит, анимации, так вот эту лапу можно еще вперед подать, так эту оставим на том же уровне и одну лапу какую-то пусть будет вперед тоже. Все дело хорошо, но мало значит у него вот этой амплитуды, значит английская А и ведем, так, а ну-ка, пардонте, возвращаем лапу, допустим, на базовую метку А и по кросскейл, чтобы не было вот этого, ну, движения. Так, теперь делаем ШИФД, так, здесь все нормально и приблизим G, так, девятый кадр, перед десятым, вот перед десятым кадром, тут уже догадайся сам, он должен, значит, как бы уйти на задние лапы, перекрутиться, сделать нужно промежуточный кадр, так, и место, опять же по месту, раз этот гаврик тут, этот персонаж в эту сторону и, значит, этот находится правильно, а вот этого нужно семерка на нампаде и немножко вернуть на путь истинный. Так, давайте посмотрим, ну, опять же, полосанем так приблизительно, да? И вот у нас уже получается кое-какая анимация, которая потом будет флифоваться там, вся штукенция. Ну, а болван, болван пока не задействован, значит, вот раз вот идёт прыжок, длинный прыжок, и потом идёт вот этот гражданин будет лететь с ветки, вот как раз ветка на дальнем плане, надеюсь, вам видно, да? Вот, если это будет тут, прыгать в эту сторону, ну, давайте я нарисую, куда он будет прыгать. Вот у него сейчас будет прижатие, а потом будет, значит, прыжок. Верхнюю точку выбираете вы сами, в принципе, тут такой привязки нету. И вот где они должны встретиться? Потом будет уже анимироваться, значит, как, когда сделается анимация полностью вот этому, значит, гепарду, потом будет анимироваться, значит, тарзан, но уже тарзан будет привязываться к готовой анимации, значит, этого гепарда. Вот такая штука. Давайте сейчас покажу, как дальше всё это будет происходить. Так, это теперь, ну, пусть будет короткая, значит, вот эта анимация. Я сейчас сохраню, вдруг я потом ещё захочу это дело доделать, загорюсь. Значит, я сохраняю вот эту штуку, удаляю всё ненужное, дэлит, зачищаю ненужные вот эти зарисовки, потому что они тоже будут там проявляться. Так, и вот это сохраняю, допустим, готовым файлом уже, основным, вот всё, готовая анимация. Значит, save as. Сохраняю в папку, опять же, с гепардом, но не там, где находится модель с ригом. Ну, сейчас я покажу, короче, бой. И это значит, ну, единицу поставить, чтобы вы знали, что там, где вы делали бой, два файла. Или пишите, основной. Всё, сохраняем. Следом открываем, значит, тарзана. Так, у меня тут гепард ещё. Так, гепард нам не понадобится, но нам опять понадобится окружение. Опять же, файл link находим, где у нас находится сцена анимации, окружение. Вот она у нас базовая. Это основная сцена, в которой всё и происходит. Опять же, коллекция, коллекция. Всё. Тарзан у нас в этой стороне. Следом, импортируем сюда. Не импортируем, а опять же, линкуем. Находим нашу сцену. Так, это всё должно быть у вас в одной папке. Депард Тарзан, Депард Бой 1. И это находим коллекция. И вот коллекция. Так, здесь у нас получается, почему-то всё развернуто. Но это уже не проблема. Линкованную сцену мы можем вертеть, крутить, как нам надо. И ставить на те камни, где у нас всё это было, происходило. Так. Ну, пускай это было где-то тут. Ну, опять же, не путаться. Возможно, поставить метку на вот этом файле. Нарисовать вот эту синим сверху, где это всё дело начиналось и заканчивалось. Ну, это, в принципе, можно подгадать. Так, почему-то он смотрит в другую сторону. Так, коллекция, коллекция. Пивот, вот он, значит. Вставим G, пивот на пивот, и получается у нас всё. В принципе, вот здесь он и бежал. А ну-ка. Всё, да. Выставляем пивот на пивот. И вот она вся наша короткая анимация. Так, немножко, значит, приподнимаем эту всю штуку. О! Всё. Где-то тут этот персонаж должен быть. Да. Не тут. Пардонки. Вот, где-то тут. И как-то так-то. Так. Ну, есть, вот, не до этого. Так, а ну-ка, если пивот тут, а ну-ка, я ж могу пивот перекручивать, да. Вот, всё. Да. О! Здесь он где-то сидит, садится. В полку вводим. Вот, походу тут между вот этими камнями я не приметил. Так что, пардоньте. Так. Всё. Анимация залинкована. И когда анимация будет готова, допустим, всё, вот он будет прыгать, гражданин этот, да. Здесь мы уже выбираем нашего Тарзана и просто прописываем в эту анимацию. Значит, PostMode, английская А, выбираем все кости, G. Всё. Вот тут прописываем анимацию, он уже летит. Подгоняем его размер, допустим, сколько он там должен быть. Размер можно менять. Так, где эта коллекция? Вот эта коллекция. размер будет меняться только в основном кадре. С этим кадром мы не можем уже делать изменения. Значит, будем подгонять от этого персонажа под размер тигра. Где-то вот так. Ну да, чтоб махач был интереснее. Ноль на нампаде. Всё, камера, вы видите, камера настроена в сцене, как он, в сцене окружения. И камера сцены окружения. Поэтому вы ей работать не сможете. Вы можете работать камерой именно, которую здесь закинете. И уже отдельной. Так, ну и всё. Тут меняется, значит, делается анимация полёта, допустим, этого Тарзана. Так. Там. Ну, орёт. Не будет. Вот кабульчица, допустим, раз. Тарзана. Так, здесь у него, допустим, перекручен корпус. Здесь у него повёрнута где-то голова. И вот ногами вперёд он, значит, G, лепит. Так, у него тут ещё тряпку надо прописывать. И, короче, выравнивать тут ноги. Ну, опять же, делаем более-менее красивый ракурс на камеру. Так. Сильно высоко не поднимаем, чтобы, значит, колени тоже не перекручивались сильно. Так. Лапа, допустим, у него держит лиану. А. И мёртко на нампаде мы его выводим. Так, куда будет прыгать, значит, гепард и, как бы, подальше, да, чтобы, ну, более соответствовал вот этому кайфу. И вот здесь они в середине где-то камера их встретит, и они врежутся, а там уже можно делать другую сценку, где упал этот, значит, гепард. просто отдельную. Потом это будет рендериться и всё будет кусками монтироваться. Просто подписывайте правильно куски. Вот так вот пишутся эти вот длинные сцены. Это A и LockRodScale. Вот так вот. И потом мы его пишем, ну, допустим, на другом кадре G. Здесь он должен что? Ударить ногами, значит, персонажа нашего. тут он значит готовится к удару G. Поддавливает лапы, ноги. Здесь ещё он как бы пусть держит лиану, да? Лиана уже уходит как бы дальше вот дальше, значит, от него он её ещё держит. А и LockRod scale. Так. И, значит, на 30-ом пусть кадре, да? G здесь он его встречает и уже встречает так его уже круто. Смотрите, как он весь перегибается. Можно поставить вот эти вот приколюхи с растяжением. ну, когда персонаж, значит, увеличивается в размере, так, здесь у него вот такой вид, и, значит, здесь он ему уже бьёт челюсть, допустим, где у него там башка будет, уже будет видно, куда бить. Пускай двумя ногами бьёт, а, и локрот скейл. Так. И вот уже получается анимация, где он его тут будет бомбить. Но, чтобы это всё дело получилось, то нужно добавить лиану ещё. Лиану можно прописать отдельным файлом или здесь доделать, значит, кривыми или ещё как-то, да? Или вытянуть какую-то соплю, и значит её настроить на кости. Ну, как хвост, допустим, да? Так, здесь вот у нас всё это дело есть. Смотрите теперь ещё какая фишка. Всё мы это прописываем. Раз он бьёт и значит G улетает дальше, да? Ну, там он может уже перехватить, допустим, лиану, как-то там, я не знаю, тут уже возможно взять какой-то кадр, допустим, седьмой Shift D и перетянуть и выпускай на сороковой. Но поменять ему значит местоположение. Здесь он уже как бы перехватывается на другую лиану. Тогда можно ещё перекрутить его вот так вперёд. ноги уже тогда вот таким образом. И значит типа руку он уже хватается за другую лиану и эту руку пока опускает и значит английская A ну как бы G пусть повыше уходит как будто лиана вверху A и Локрот скейл ох ты FD Так а это тогда делит а это тогда тоже делит и получается вот ну а здесь вот видите заторможенность нужно заторможенность и ещё один кадр допустим прописать где он ну как бы так где он как бы прокручивается тут голова у него выкручивается ноги после удара значит они же к нему должны подтянуться он к ногам должен в принципе после толчка подтянуться и значит G G это рука хватает но опять же прописываем пальцы не без этого так 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 пускай будет да а и локрот скейл тройка на нампаде и смотрим видите тут он на одном месте такого не должно быть значит здесь он бьет потом G значит поменьше и тут сгруппироваться и резко значит G уходит можно даже еще больше перекрутить выгнуть его в другую сторону как бы да так вот здесь уже по ходу когда вы что-то делаете то уже по ходу можно менять менять кадры так вот так вот будет поприкольнее да а и локрот так G и должен промежуточный кадр быть видите тут нужно будет внимательно смотреть чтобы потом на каких-то кадрах так вот так как бы он толкается я думаю ну да вот раз и на 45 здесь уже можно его просто вывести из анимации вывести там вверх куда-нибудь а и локрот склеил вот такая значит анимация так здесь он удар у него с ударом нужно значит если вот он раз здесь он бьет резкость добавить допустим здесь вот он выпрямляется раз можно задержку сделать кадра кадра какого-то как будто он ударил но потом там еще что-то происходит так допустим вот перекручивать допустим после удара вот так вот делается да там ноги уходят назад как будто он оттолкнулся оттолкнулся где-то кто-то там еще оттянул его вот идет удар и тогда этот кадр с этим персонажем еще дальше уходит как бы протягивает его чуть-чуть и локрот когда нужно поменять дальность вот этим всем персонажам ну в смысле всем кадрам чтобы они не зависали на одном месте так вот получилась такая допустим анимация персонаж надо теперь понимать куда он упадет вот этот персонаж место его падения удар был куда и как он значит улетает и где он приземлится потому что тарзан по любасу должен приземлиться где-то допустим ну где-то вот тут а это тело должно упасть где-то ну допустим по траектории вот сюда да чуть-чуть пролететь значит проскользить под земле и упасть так перекрутиться чтобы потом они значит встретились здесь взглядами вот как бы такой план да все это дело мы теперь удаляем зачищаем и опять же сохраняем этот файл файл в папку с тарзаном файл save as допустим вот это уже другой файл тарзан летит все теперь мы имеем две линкованные сцены и теперь мы можем с ними работать каким образом я теперь могу открыть файл гепард бой так но это уже не этот файл сейчас гепард бой один бой 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 так пардонки что-то уже жарко и у компьютера сижу так сцена анимации гепард да и гепард вот он вот этот базовый с картинкой так теперь вот этого можно удалить вот это дело тоже можно удалить и смотрите я в той сцене оставил залинкованную сцену значит окружение а здесь я ее удалил теперь смотрите файл так файл open а не затупил файл link и нахожу теперь файл линкованный именно с тарзаном так вот этот с тарзаном нахожу коллекция так ну пускай все линкуется так а коллекция видите не высветилась так а я блин я тут что-то проскочил да так это значит delete file link я не помню я удалил там окружение тоже надо да удалил ну да оно бы тут появилось значит удалил так теперь чуть-чуть уже задурился объяснять так значит вот видите камера осталась ее тоже в той сцене нужно потом будет удалить он привязан вот к пивоту этот гражданин привязан тоже к пивоту и если на карте выставляем пивоты ровно ну именно центр то они у нас совпадут теперь смотрите какая штука я выбираю значит нашего персонажа вот эту можно или удалить или скрыть если она вам не нужна штуку так и здесь уже по простому если уже не нужно вам деревья там еще что-то то просто shift а меш и просто план добавки или просто закиньте сюда повторюсь сохраните файл только с одним планом ну в смысле полом блин надеюсь правильно объяснил так давайте файл и теперь линк опять нам понадобится допустим окружение мы его опять же находим в папке полностью это полностью одна будет папка для моих фильма может она будет 7 гигабайт весить 10 там 20 100 гигабайт это уже будет сейчас объясню как это все обыграть так вот находим окружение опять же коллекция линкуем сюда окружение так все вот они гаврики бегут окружение есть и значит здесь можно уже выбрать этого персонажа сделать файл постмод английская допустим а или там как и вот раз здесь я вот потом в этой в этом как же называется в этой сцене с тарзаном нужно будет возможно передвинуть какие-то кадры или тут пусть будет как замедление или добавить еще так раз ну пусть вот здесь уже этот персонаж будет вылетать да тройка на нам паде так g а g так нет давайте пусть они сразу встретятся в момент удара так вот 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 тут вот g так этому значит делаем g лапу перекручиваем здесь он тоже в прыжке лапу лапу так что еще делаем чуть-чуть давайте его перекрутим так английская и подгадаем под ноги значит нашему персонажу чуть-чуть значит его перекрутим чтоб красиво он зашел на удар перекрутим ему тело перекрутим ему значит лапы такие но смотрите чтобы лапы не попали у него значит туда куда не надо это значит перекрутка вытянутые на полет лапы хвост я не знаю он когда прыгает куда он у него ходит отжимается на прописываем а и блок рот стрел пускай прописываем промежуточный кадр ему полета почему потому что видите идут изломы момент толчка делаем там но все как положено допустим здесь у нас толкнулся лапа у него так хвост у него вверх задранный здесь идет у него значит р прогиб допустим лапа у него поджимаются к морде подтягиваться да так так здесь уже лапа у него подтягивается на вперед ну нужно покадров еще поглядеть здесь он еще больше летит как это слишком близко g вот надо анимацию тарзана чуть-чуть потом подкорректировать потому что ну слишком замедленно да тогда получается g на 21 тоже ставим только теперь ctrl z ctrl z так 21 под подкорректируем под тарзана так момент удара значит да что такое надо уже закругляться на я так вот это сейчас до объясню вам и в принципе потом что непонятно вы задавайте вопросы я попробую ну снять если что-то такое серьезное так это подтягиваем на 25 кадр а 25 кадр g а ну ка не наверное 25 оттянем назад а на 25 до пропишем так значит g так на каком он бьет его вот на этом да значит здесь и он ему прям хорю ногой красивенько тогда так давайте чуть перекрутим g значит он тут под морду ему уже собачит так это значит g все еще ловим ногу так и значит перекручиваем башку вот под ага западку ему прилетает делаем лапы выравниваем лапы чтобы не было поломок никаких так как дн ну хорошо бы его прям сжать потом как бы ну как бы да сжатие а потом разжатие чтобы пошло ну пропишем пока а и его крот скейл идёт идёт удар вот на этом моменте на этом моменте копируем шифт шифт 23 кадр на 26 и значит к чему он должен прийти он должен еще не долететь а уже значит как бы изменить позу мы по там было Carl дек не Продолжение следует... О, и тут уже он бьет ему вскользь и значит он как бы R перекручивается. Так, тут уже... Тут у нас выходит уже G. Английская... Давайте немножко R перекрутим G, он уходит под него. В перекрутом, допустим. Голова на откид, потому что был удар. Лапа, значит, уходит куда-то вот сюда, под него хвост. Значит, можно перекрутить и, значит, вернуть вот эту косточку тазовую. Альт-G, альт-R. И теперь... Немножко, конечно, неудобства. Он всегда будет возвращаться на исходную точку. Так... Так, ладно, Ctrl-Z. Попробую... Вернуть его по-другому. Так... Коллекция уже земли не нужна. Уфрица пока... Субтитры... Какой-то бюджет? Так... 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 так смотрим что получилось сейчас подгадаем так идет удар столкновение в принципе тут уже у тарзана должен быть пролет он должен уже улететь но чуть видите тут заторможенность стоит надо больше создать скорость ему так раз и значит так в принципе g персонаж еще можно добавить какой-то там перекрутку до какую-нибудь вот так и все он ушел там упал да и локровская все теперь если так вот я не надо вот теперь анимацию вся вот эта штука камера будет смотреть на удар тарзана вот раз нужно просто отрегулировать чтобы вот этого столкновения было тоже с движением вот допустим раз тарзан улетит и он должен как бы морду его еще протянуть до какое-то расстояние то же самое делаем потом с этим делом но тарзан уже должен тоже двигаться а и локрот скейл ну и все тут падение идет нужно ускорить анимацию тарзану и переписать потом анимацию значит вот этому гаврику тоже уменьшить вот если будет такой ракурс допустим да все вот он прыжок тогда он должен вот на этом кадре уже когда прыгнул перекрутиться да и как бы толчок был он должен поменять ракурс вон удар толчок перекрутка тарзан уходит вот такая штукенция значит файла теперь линкованный вот этот линкованный удаляем и удаляем значит в объект мод линкованный цену все вот это файл будет полностью без камеры без ничего так вот камеры нету ну вот эту empty тоже можно удалить где была картинка ну как видео да все теперь вернем на первый кадр нужно дописать здесь вот именно вот этот толчок его вот раз и вот эти кадры промежуточные нужно дописать до момента долета до тарзана так файл сейф сейф после жмем уже он есть так ну в принципе понятно да я прописываю одну цену потом открываю другую и вот таким вот образом дохожу до нормального такого момента вот у меня сцена семнадцать тысяч полигонов когда я вот линкованное все удалил с линковыми с линкованными было 60 но если это все дело закидывать в одну сцену это будет весить но побольше я думаю так я пробовал и поэтому тогда у меня что-то выходило сто пятьдесят там тысяч полигонов ну там ну фильм я делал как этот как этот там все линкованное и в принципе у меня ничего не тормозило в принципе вот такой момент вот такой момент мне больше нравится значит дело ну а там выбирать вам в принципе два два персонажа можно анимировать ну мне вот так вот как-то легче я не заморачиваюсь на второго а просто дело одного хотя можно того отключать если он глаза рябит и все выбирайте как вам будет удобней но вот по этой значит штуки у меня теперь отдельно анимация значит гепарда анимация тарзана анимация это сцена основная у меня тоже отдельная и я могу то в том файле то в этом то в том я хочу менять что-то а потом их включать и они уже будут подогнаны как привязаны к одной локации и в принципе я могу потом туда-сюда их корректировать там что-то добавлять что-то урезать где-то раздвигать ну где кто-то скажет что неудобно из файла файлу так прыгать в одном файле работать удобно ну да с этим соглашусь тоже но это опять же как у кого потянет весовая штука в принципе вот так рекомендуют все это дело делать наверное так еще что как все сохраняется ну принципе все это вам понятно вот у меня есть значит папка называется сцена анимации в ней департ окружение какие-то файлы допустим которые вот у меня здесь можно удалить вот картинки они в принципе только место будет занимать они не нужны ресурс вот которые файлы именно забросовские потом где отдельные обживские тоже в принципе можно удалить так это мы удаляем и у нас остается только текстуры и только рабочие файлы то же самое делаем с тарзаном в принципе тут нету ну и вот окружение в окружении мы кидаем полностью камни дерево лес ветки короче все что вам понадобится вот так тарзан летит это ну так можно создать значит создаем создаем папку текстуры и значит все текстуры закидываем в текстуры ненужные файлы картинки удаляем так текстуры текстуры это тоже сюда же это туда же и файлы значит которые забросовские я тоже удаляю удаляем так что у нас теперь происходит одна папка 126 мегабайт окружения значит 237 гепар тарзан потому что там два файла так и значит тарзан 75 мегабайт и того 75 200 400 мегабайт будет вот это вот папки окружение окружение значит файл в окружении тарзана анимации у тарзана гепарда у гепарда все вот можно теперь сюда если вы будете добавлять каких-то персонажей то создаете отдельные папки там допустим горилла обезьяна и где нужен ну как где не нужен тарзан вы прописываете сцены только значит сцены прописывайте только с обезьянами допустим если там нету тарзана где-то единичные сцены прописывайте разговор допустим его матери с этим с гориллой с этой с отцом да но обезьянами там родители если где-то это все по отдельным папкам но потом потом значит создаете папку создать папку допустим папка 1 называете драка драка допустим там тарзана тарзана сюжет первый сюжет второй и общие вот эти файлы где вы линкуете полностью линкуете все в окружении да в окружении вы кидаете драку анимацию прыжка гепарда гепарда удара тарзана все сохраняете полностью пишите линк линкованная сцена такая-то такая-то и сцена 1 2 3 5 допустим и закидывайте в разные папки не уже не в эти папки в этих папках только у вас анимации все базовое а потом вы это все соединяете в окружении вот в этой базовой можете сохранять все сюда ну тоже создавайте папки потому что вы потом запутаетесь так ну как мог объяснил долго наверное часа два наверное сколько тут времени прошло все всем пока если что-то не вам непонятно то уже пишите под роликом или значит в группу ссылка в описании все всем пока